всем привет вы на канале рецепты просто и в этом видео приготовим три блюда из лосося вот реально за уши не оттащишь так вкусно приготовим лосося на праздник на первое и на ужин подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые видео жмите колокольчик и гоу готовить приготовим сочного лосося сливочно-чесночном соусе не блюдо просто объедение на праздник самое то готовлю на одну порцию беру кусок лосося стакан сливок укроп чеснок сливочное масло итальянские травы соль перец по вкусу а также добавлю соус немного муки и возьму подсолнечное масло для жарки вот все ингредиенты которые мне нужны будут чтобы сделать это потрясающее блюдо для начала мариную рыбу режу ее на две части солю и перчу вот так так она должна постоять около 30 минут пока рыба маринуется нарезаю укроп и чеснок далее обжариваю рыбу разогреваю сковороду наливаю масло выкладываю рыбу жарю с двух сторон до образования золотистой корочки накрываю крышкой можно проверить процесс приготовления перевернуть рыбу рыбу обжарила можно и убирать на одноразовой салфетку чтобы дать стечь лишнему жиру ой какая рыбка получилась можно и так съесть но нет мы же ее готовим сливочно-чесночном соусе готовлю соус снова разогреваю сковороду кладу сливочное масло буду обжаривать чеснок подсолнечное масло где я жарила рыбу уже убрала к чесноку добавляю сливки порезать или пропустить чеснок через пресс это вы решайте сами я больше люблю так сейчас закипит и можно добавлять муку я положу одну столовую ложку но если хочется более густой соус можно положить больше муки на этом этапе добавлю итальянские травы чтобы они скорее дали свой аромат теперь можно помешать и потихоньку добавить муки муку насыпаю и аккуратно с помощью венчика и размешиваю так что чтобы не было комочков ну и не поцарапать сковороду муку насыпаю муку насыпаю муку насыпаю муку насыпаю муку насыпаю пации муку мур Что ж, соус готов. Можно класть рыбу. Конечно, так рыба получится сочная. Можно накрыть крышкой. Так она дополнительно потомится, что для рыбы очень важно. Еще 3 минуты и блюдо будет готово. В процессе заключительного приготовления переворачиваю рыбу. На этом этапе можно добавить укроп и оставить его для украшения. Ну что ж, лосось сливочный чесночный соус готов. Можно подавать. При подаче обязательно полить лимоном и по желанию нарезать овощи. Вот что получилось. А получился очень сочный и вкусный лосось в сливочно-чесночном соусе. А в этом видео приготовим очень быструю закуску из лосося и крабовых палочек. Ее можно приготовить как на праздничный стол, так и просто, когда захочется чем-то полакомиться. Итак, беру слабосоленого лосося, крабовые палочки, огурцы, творожный сыр и морские водоросли. Морские водоросли разрезаю на 2 части. В них я буду заворачивать начинку. У лосося убираю шкурку и косточки. И нарезаю его вот на такие пластины. Теперь режу крабовые палочки. Осталось нарезать огурец. У огурца убираю жопки и нарезаю его такими слайсами. Затем также нарезаю, как и крабовые палочки. Далее беру лист и заворачиваю в него рыбу, сыр и огурец. Теперь то же самое, только беру вместо рыбы крабовые палочки. И получается очень вкусная и быстрая закуска на праздничный стол. А в этом видео приготовим суп с лососем и креветками. Это просто божественный вкус! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И давайте вместе приготовим эту вкуснятину. Для супа я взяла креветки 500 грамм, лосось 500 грамм, картофель 5 штук, пол морковки, маслины 15 штук, подсолнечное масло 1 столовая ложка, соль, перец по вкусу, 1 лавровый лист. И из зелени укроп. Сначала варю креветки. Беру кастрюлю, наливаю 1,5 литра воды, жду пока закипит и кладу креветки. Варю их 3-5 минут. А пока креветки варятся, уберу у лосося кожу и порежу его на кусочки. Лосось готов, вынаю креветки и даю им остыть. Мою, чищу морковь и картофель, нарезаю. Картофель порежу кубиками, а морковь натру на мелкой терке. Мою, чищу морковь и картофель. Ставлю варить картошку. Варю ее где-то 10-15 минут, иду чистить креветки. Удаляю голову, хвост, панцирь и кишечник. Картошка сварилась, солю ее. Я кладу где-то 2 столовые ложки, так как соль еще у меня с травами. Далее кладу рыбу. Добавляю ложку подсолнечного масла и кладу морковь. Варю 10 минут. Осталось нарезать зелень и добавить в суп креветки. Добавляю в суп креветки, кладу лавровый лист. Еще добавим немного маслин и супчик почти готов. Ну что ж, осталось положить зелень и еще минутку поварить суп. Накрываю крышкой и даю ему немного настояться. Ну что ж, все готово, теперь могу его попробовать. Ммм, какой аромат! Посмотрите, какой он наваристый! Убираю лавровый лист. Я его никогда не оставляю ни в супе, ни в борще. И пробую эту вкуснятину. Вот какой получился! Очень вкусный и ароматный суп с креветками и лососем. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями вкусной и полезной информацией. Ну а я всем желаю приятного аппетита и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok